Всем привет! Продолжаю выкладывать наши игры с командного турнира в пятой циве. Я был в команде с игроком под ником 12G, кстати, наша команда называлась 12нубов, где 12 это отсылка к нику моего партнёра, а нубы это отсылка ко мне, потому что я фигово в пятую циву играю. В этот раз мы играем уже в ветки лузеров. В прошлое видео вы смотрели, это как раз была ветка венеров, мы там проиграли в 1-4 финале, финала это ветка лузеров. Карта перестрелка, нам выпали команды Карфаген и Польша, мне Польша 12G взял Карфаген, а против нас играет довольно сильный набор из Кореи и Майя. Сможем ли мы победить? Смотрите в этом видео. Приятного вам просмотра. Так, в каждую эру я получаю лишнюю социальную политику, это зупа гуд. Гусары классные ребята, но далеко. А вот... Ну, кстати, это неплохо то, что если вдруг игра затянется, то гусары... Если она сильно затянется, то гусары помогут, конечно. Да. Ну и конюшня будет очень круто, если как можно больше, так но с денег реально будет дофига. Ну, не дофига. Вообще на перестрелке, мы знаешь, как, скорее всего, пойдем открывать... Ух ты! Ух ты! Ну, вот у меня как-то не очень. У тебя три амбарника, Леш? Ну, три амбарника, но... Смотри, тундра сплошная. Во-первых, во-вторых, я не вижу никаких животных моих. Ну да. Что тут в традицию можно не сыграть? Такой территорий. Блин, я думаю, может мне на... на золото прямо ставить. Ну, посмотри, сходи, если что, внизу... Вообще, вот плохо то, что у тебя плантации все на тундре действительно, то есть они лишнюю этого теряют картинку. Да. Лишнее яблочко. Да. Или молоток, я уже не помню, что они там потеряют. Давай, Леш, на золото вставай. Ну, плохо. Если я тут встану, у меня еды не будет. Может, на нижний холм встать, в принципе. Четыре олени в столице будут. Но это столица, конечно, третий радиус, почти все. Так что тебе нужно будет ее как-то отрасти. Может, традицию пойти. Ну, у меня хотя бы еда будет сразу. Ну, вообще, мы с краю карты с тобой вдвоем, на самом деле. То есть, мы вообще вот у самого края. Ну, понимаешь, возможно, эти ребята, ну, как и остальные все, привыкли играть, знаешь, в волю, там, идти драться сразу. А вот, кстати, у нас карта-то вся вообще в тундре, мне кажется. Да, это... Места будут здесь не очень хорошие. Да, это видимо. У меня вообще четыре соли в столице, если сейчас город правильно поставлю. Ну, ладно, я бы играл, конечно, но, наверное, ты правильно говоришь, что надо на нижний холм ставить. Это получше место. Я вообще думаю, в столицу сыграть здесь. Не-не-не. Я не думаю, что у нас будет люксов. Ну, посмотрим, конечно, сейчас пойдем. Понимаешь, это... Ну, да, во-первых, еще время есть найти их и походить. А во-вторых... Просто тупо нехватка юнитов будет, а с нехваткой будет производства, чтобы их строить. Не факт совсем. Ты посмотри на мою столицу, Леш. Четыре соли, четыре. Видишь, две — это круто, а четыре... Это очень круто. Зависит от местоположения все-таки. Надо разведать, что за карта, и тогда действительно решать. Я вот буду на холм ставить выше этой соли, у меня будут четыре соли в столице. Золото потом каким-нибудь еще горлом заберу. Понимаешь, им, чтобы до нас просто физически добраться, им нужно поставить два города, наверное, друг за другом, чтобы только до нас дойти. Слушай, в связи с тем, что это тундра, тут очень, мне кажется, стоит пантеон на... А ее нельзя брать, если у нас перестрелка с тундрой. Нет, нет, ты не понял. На... На лагеря? На лагеря, да. Потому что явно у них тоже дофига этих оленей. Его очень не стоит просто отдавать даже. Тут пантеон на лагеря, здесь хорошо будет работать на еду. Я бы даже тебе его и брал. Мне? А у меня не так много тундры, у тебя больше. На лагеря, причем тут... А, лагеря, да, все-все. У тебя три лагеря, у меня четыре, но они фиг знает еще... Не, так я про... Но я лишь в любом случае не буду бежать же в пантеон сейчас. Вообще не знаю, что сейчас изучать сначала. Либо... Э... Эту... Лес пилить. В любом случае, пока. Сначала животноводство. Так, и гг-шик у нас тут четыре. Четыре. Так, ну за тундру здесь точно брать нельзя? Можно уточнить у соперников, конечно. А там разве... Сейчас я гляну, там какие-то условия пройдут пантеон на тундру. Если перестрелка с тундрой, там бывает джунгли, тундрой, еще что-то. Ча-на еще может быть. Я, знаешь, я, наверное, даже двух скаутов сделаю. Чтоб как можно раньше все исследовать. Написано, плюс одна вера с тундрой без леса на перестрелке с тундрой. А как ты определишь, что это перестрелка с тундрой? Тут же... Ну, то есть, это считается сейчас перестрелка с тундрой, видимо, да? Я думаю, что да. Ну, тут же везде тундра. Ну, иначе нельзя брать. Лагеря можно. Лагеря можно. Нет, нельзя тоже. Я до конца дочитал. Ну, нормально тогда, окей. Это правильные правила. Эти правила мне нравятся. Так, ну, следующий ход они могут нажать. Рестарт попросить. У них два рестарта есть. Там не Виктория или у тебя свон сверху? Это Виктория. Блин, и вот и кореец тут. Как думаешь, как он далеко отсюда? Думаю, не так далеко. Хотя он, наверное, так же, как и ты шел, примерно такое же расстояние. Ну, видимо, мне надо на двух жителях посело строить. Блин, у меня производства нету. Я не думаю, что стоит бежать туда. Почему? Я бы не бежал. Ну, не стоит оно того. Не то, что не стоит того. Чудо, конечно, классное. И, как бы, хотелось бы его занять. Но вот так вот сейчас бежать ради него туда. Лучше просто развиваться. Ну, прицепь, чтобы просто они с бонусом какие-то начали. Так они уже начали с бонусом. Они за Корею играют. И Майя. Вау. О, твоя ГГшка отлично. Это хорошо. Я, честно, Леш, все еще склоняюсь к традиции. Не знаю, такая местность. Ну, или какую-нибудь волю взять, чтобы быстро расселиться, но потом в развитии сидеть играть. Оленей, конечно, очень много. Думаю, у всех столицы неплохие. Слушай, может сейчас тогда лучше амбар открыть? Давай. Так, ну у меня только одни лошади. А у меня нормально, вон, две штуки. Я вот город справа от себя вижу, где-то снизу мрамора. Думаю, в три города вот так поиграть, даже волевых. Короче, я строю посел. Ну, а Илюшка? Я хочу эту Викторию. Я хочу слить посела в очередной раз. Я не могу играть спокойно. Я думаю, даже не под Викторию ставить, а вот смотри, вот между Медио и Горой, Холм. Виктория в третьей радиусе, да. Например, как такой вариант. Вообще, так-то легко берется город, на самом деле, снизу. Если можешь тебя поставить выше горы слева. Ниже овцы и горы. Между Горой и овцой. А, ну да, да. Тогда не так просто вообще. Да, точно. Ему тогда обходить Викторию надо, точно. Хорошая идея. Интересно, где... Единственное, что пшеницу потеряешь, ну ладно уж. Где этот кореец? А, вот он где. Я дальше не буду идти, я тут территорию посмотрю лучше. Между нами с тобой. Снегаш, центр. На этой карте будет дефицит хороших мест. Поэтому, я думаю, нет смысла именно много городов ставить. Я не думаю, что тут традиция будет. Хорошей идеи. У тебя для еды все есть. Вот если у тебя есть все для еды, нафига тебе традиция? А с производством не очень. Производством тоже неплохо. Соли, лесопилки, холмы есть. Тут ггшка еще. Богата. Слушай, все три... Все три чудо рядом с нами. Ггшка уже забрала это чудо. Ну я где-то мрамора поставил. Ну ладно, не, можно конечно пойти как бы волю взять, но играть все равно, не расселяться сильно. Просто, чтобы быстренько развиваться. Расселяться в их сторону. Бери майнинг. Так, он, видимо, будет поселенца откуда-то сверху, наверное, вести. А вон три территории. Давай, может попробуем этого как-то дуболома тремя скаутами убить, нет? Не, давай не будем, правда, нет. Не, давай не будем. Хорошо, мне нравятся ггшки, как расположены эти две. Они в нашем тылу будут. То есть, если что, оттуда... Можно дать с них будет просить. Да. Можно еще сделать так, чтобы они их не нашли, вот в воина не пускать. Не двигайся скаутом. Ну, он обратно пошел. Не, так это здесь неплохо зашли бы. Да, кстати. Та самая карта, где пригодились бы иракезы. Тут те варвары, мне кажется, не дадут провести поселенца нормально. Слушай, еще знаешь что? Тут, походу, кореец в нашу сторону выдвинут, а карфаген где-то сзади. И это очень хорошо тоже. Мы как бы на уровне с тобой вдвоем находимся. Да, пойду-ка я, наверное, дуболомом помогать. Ну, а я перемену уже построил. Ну, это неудивительно. Сейчас все-таки в талиицу сыграю. Вот ты все-таки зря. Ну, посмотрим. О, его войну. Это тут у него. Да, варвар. Так, давай, наверное, лучников откроем. Давай. Потом железо можно. Кстати, еще у этого города, у Виктории, у меня будет овца и лошадь. То есть для моей этой фигни. Очень классная штука. Майя до трех варился уже. И посила строят вроде. Не уверен. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на console.war.ru, ссылка в описании. И не забудьте воспользоваться фразой, Леша играет для получения бонусов. Вот где у меня дуболом стоит, да, сюда ставить? Я думал, да, об этом, туда. Они в волю оба идут. Блин, а я даже еще не принял ничего. Я думаю, может честь взять, не показывать им пока. Какую честь ты что? Ты либо играй в традицию... Я все по одному хочу взять. Я понял. Я играл недавно с одним таким. Пойдем в железо. Давай. Стоп, а они охоту открыли, кстати? Нет, не открыли, а почему? Почему она изучена немножко? Интересно. Они уже открыли железо? У нас почему-то 10 науки на охоту. Давай, кстати, за ними. Мы явно будем отставать по науке от них. Кстати, да. Потому что Майи Корея. Деньги будут, чтобы купить у тебя? Ну, у меня 89. А на сколько будет? Значит, будут. Не знаю точно. Ну, попросишь. Или давай, может, я тебе сразу дам много? Ну, дай. Вот чтобы ты сразу купил, ману ли, вот он тоже сейчас поставит на золото и купит тоже. Быстро, вот быстро, быстро прям. Ну, у него, правда, второй и третий радиус тогда будет. Но горький опыт говорит о том, что да, ты прав. 55 стоило. Ой, да он сюда не придет ко мне. А я боялся. Кто не придет? Майя, вон он у меня тусуется. Кстати, почему он к себе не придет? Там Сингапур стоит. Я думал, он город хочет поставить там, где я вот стою сейчас. А он там все, не придет. Все три чудо у нас главное. Ну, может, тебе у кратера Беренджера где-то ставить? Где ты там думаешь ставить город вообще? На война. Почему на война? Там же вообще нет никаких ресурсов, нифига. Там есть оленьи, гора. Ну, окей, сейчас надо тоже подумать еще. Слушай, вот эти вот горы в центре, это, возможно, реально центр именно. То есть у них еще столько же места там. Да. Скорее всего, так и есть. Я войну убил. Молодец. Блин, я бы еще выше Кракова хотел бы, наверное, поставить город. Я что-то не вижу, где тут корейцы. Как он так быстро... А, вон где границы корейца, вижу. Ясно. Так, давай после железа сразу корректируем. Календарь поставь. Поставил. Ну, они, кстати, его не открыли. Я вообще не знаю, что они после... Они еще после железа ничего не открыли. Луки, наверное, тоже открыли, как мы. Да, они открыли лучшенького. Не, ну в смысле, те же техи, что и у нас, и плюс железо они открыли. А вот что дальше? Сейчас увидим. Там у них пельмиды рано поставилась, так что науки больше будет. О, у меня Варшава прямо на железе стоит, отличие. Охоту открыли все-таки. Давай тогда мы охоту откроем. Ну, давай. Мне пока все, бро, без разницы, что открывать. Ну, мне вообще, конечно, нужен календарь, но с другой стороны, у меня все эти... Под лесом... Рабочего пока нет, так что куда спешили. Да, рабочего нету и под лесом, то есть мне еще вырубать два хода надо будет. Ну, слушай, если я поляк, я очень быстро сейчас волю закрою. Что мне дальше в честь? Ну, не, прям быстро, конечно, мы еще не открыли античность. Слушай, не знаю, я вот, честно, тут поразвивался бы. Я не думаю, что есть смысл через эти горы ползти. Ну, мы с корейцем довольно близко. И мы тут точно сможем воевать. Скорее всего, будем воевать. Это нормально. Окей, я все-таки, да, у меня там железо, Леш, появилось, видишь, куда я хотел поставить. Я, наверное, ниже поставлю, около озера. Прокачиваю скаута. Че-то я по всему первую в демографии. Че, два года-то по трешке. Ну, с Викторией тут свезло. Да, с корейцем надо звить и, конечно, играть. Вот именно что. Как и с Майи. Може, верно. Так, опять они ничего не открыли. Ну, пошли в календарь, тогда продолжим. Что-то немедленно открывают, блин. Дима, это вообще? Вот. Сидлин, ты правильно сказал, что корейц выдвинут? Да, корейц... Может, он сам так шагнул? Да, не. Тимакс вообще, по-моему, сразу поставил город. Нет. Нет. мы с тобой первые по армии еще к тому же внезапно но я же мы убил одного воина пусть я лучника сделал ну что их варвары там не напрягают что им армия не нужна блин откуда этот лунь а вот где лагерь как думаешь имеет смысл светилища построить и взять плюс 4 от чудес чуть тебя варвары лёша достают можете откроем светилища чё-нибудь то ты видишь ли вообще в городах строю ну да вижу 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 это я спрашиваю на будущее мая-то полюбасу 1 возьмет в религию а нам же тоже надо как-то что-то причем он взял кстати на золото то есть культуру и веру золото и серебра корейцу вот тут классно будет поставить около около горы где тут вот меха очень неплохое место так они каменную кладку открыли пошли в каменную кладку и пирамиды будут строить для логично так а мы куда идем ну уж каменную кладку да я предлагаю такую тактику просто открывать тихий за ними единственное надо будет отвлечься на на верховую езду потому что там у твои уникальные слоны и мое уникальное здание так я получил посела но что него не вышел что моя тут моя тут пытка приметателя вытащил как думаешь вести его туда ближе к корейцу посела ты можешь заткнуть ему там попробовать вообще эти горы не знаю где он города ставит но вот это у него столица он долго как их стать не за он должен был туда сам поставить он все еще не поставил не знаю варвары может ему так сильно мешают а 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 как мне лучше будет Через верх Ладно Корейцы 19 тысяч армий Может, видимо, там Марвары вообще мешают офигенно Майя город поставил Я вот его не вижу Да То есть он куда-то вниз может Корейцу Но в этом есть логика Как бы соединиться, вместе быть Они колесо открыли Гроза ними Коляски Вон, вон пусан стал Интересно, я не вижу тут территорию Ну я, видимо, выше Кракова мне надо поставить Вот, может, прям на золото О нет, хотя золото там хорошо обстреливается На моего скаута А, твоего скаута Недалеко ли? А вот и посел А, он три скаут Ну вот Ясно Он так решил поставить Значит, мне надо ставить город Между Варшавой и Краковом Где-то А тебе надо Ближе вот К Кратеру Беренджера Вот где-то между Этими Оленями Кратером Беренджера Медию Вот как-то так Чтобы сверху напрягать Корейца Сейчас я после Альтамиду рабочих наделаю И город еще поставлю тогда Там вот где-то между Оленями у горы Надо будет дорогой это все соединить И все нормально будет Да Главное успеть Ну не думаю, что они, знаешь, сейчас откроют Медклуков И побегут к тебе сразу Тут очень тяжело Плюс у тебя город на холме Как они могут Колясками побежать Например Блин, не знаю, где город ставить теперь Какие-нибудь подсказки мудрые Я думаю Самому тебе поставить выше Кракова Между Оленями у горы Со своей стороны Да Близко, конечно Есть смысл Ну как близко Жалко, что далеко от меня Немножко Все-таки Раз-два Хотя Единственное Там ресурса не будет никакого А у Пусана, кстати Там есть ресурс? Конечно Так у него вот золото и меха В Пусане А, ну да В Пусане В Пусане не знаю Так у него У А. В Пусане не знаю Эдинственное Коз Grand мне кажется что не метк луков идут давай метк луков тоже лишь и и и и ты сделал это но у меня вот еще слева от варшавы в принципе можно поставить город ничего такой будет посила ведет еще корейцы не воевать собрался а майя будет сзади так науку разгонить естественно это это как раз понятно я поставлю все-таки там город чтобы он этого не сделал но он вот на скаута моего может поставить и думаю что он именно туда ведет куда ты хочешь ну или выше даже к меди где-то сверху бахнет и все ну нужен там твой город все равно тут 3 твой город как-то нужен вот сюда к нам институт будешь брать кончего институт будешь брать скоро говорю а и а Продолжение следует... 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 Так, они вышли, да, наконец-то? А нет, нифига... сейчас вышли до всего на один ход ну да метка луки а а а и 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 а и и и и и 30-40 надо будет отойти минут на 10 ну окей откатываем куда дальше верховую изду может да давай а а а а а а а а и а а а ну что там скоро счастье из 5 ходов примерно бас и стены построил а а а а а у меня вообще есть деньги всех моих трех лучников апнуть в метких может пойти деньжу только с какой целью не возьмешь тремя не возьмешь лишь тебе нужно сейчас просто подождать пока я это ему восстановлю потому что с артами да и мне кажется зря сделал слишком долго и устроил ошибся просто лишь нужно вот посидеть чтобы тебя не захватили я тут еще город добавлю свой ну тоже клепать все часу последний рабочий достраивается еще в утике один ну как раз у меня город соль захотел интересного этот джинджу камень купил за деньги или сам у него город должен был сам мне кажется да у него там меха вообще-то есть но это не такая клетка одна еда одно производство фигасе ты там ходишь где путешествую лишь ты можешь пропать они тебе пригодятся в защите пусть потом денег не будет хотя по науке потом терять начнем из-за того что денег у тебя нет ну в общем думай я вот так думаешь тебе просто нужно подождать пока я это вернусь в игру так скажем я в принципе ну пока деньги есть я думаю если чё если вдруг кореец пойдет в атаку то апну меня пока минус 4 всего лишь при том что я первый по армии ты тут советует оленей в лодзе купить у кореи вообще 0 0 денег минус 9 ну олени купить в лодзе то есть дегу вы думаете раньше их заберет счет у меня большие сомнения я тоже думаю не стоит того колец уже минус 9 лол до минус вашему рабочих передали кстати он еще город поставил они тоже или это не тот не следует уже был за храмы счастье за храмы ну это вполне как бы ума это святилище есть храмы вполне может построить и 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 почему нет что там мрамор есть оленей там все такое а пирамиды майя построил да посмотри не помню наверно он ведь расселялся да наверно об ну и попробую хотя бы с богаты взять дань бежать долго просто еще думаешь не бегать это неплохая идея но бегать туда потом все армии ты смотри сколько ты будешь доходов 5 бежать я в любом случае вот слева слева от лодзи мне надо с лагерем разобраться вот этим что я задолбал я с ним разберусь и попробую к богате сбегать ну хотя бы тремя я думаю достаточно и и снизу вот эта армия вещь сейчас разберусь с этим лагерем поставлю город и снизу это еще армия пойдет тоже к богате что-то как-то странно я тебе уже скоро начну счастье давать хотя давать счастье должен ты меня тебя два города и ты в традицию играешь держи держи куда дальше мы тебя не математику открыли кстати подожди да они открыли математику они прям в арбалеты сразу идут чем почему нет странно что они давали библиотеки вообще не заходят знаешь я думаю что они не в арбалеты идут а идут в рынке судя по такому таким проблемам с деньгами у корейца но это нормальные проблемы когда ты стоишь столько городов плюс ему рабочих возможно подарили ну не факт конечно скорее всего он ему сам будет обрабатывать там все или может они просто одному игроку все перекинули весь плюс какое-то задание сингапура выполнил полный тут рабочий варварский синагопольский пришел по дутику он текаль и 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 грабь как тебе план хороший план у меня уже лодь сам тех оленей купил что лишь с воли брать будешь хороший вопрос она наверное все-таки генерала брать это и 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 блин открыли коней и сразу началось ты там аккуратней потому что варвара в коне так но я предлагаю дальше в деньги идти что деньги нам тут не помешают еще было бы классно чтобы ты мочу пикчу построил возможно а у тебя уже варвары рабочих забирают а а Продолжение следует... Продолжение следует... Войны больше нет. А когда третий город думаешь ставить? После лучника буду строить и поставлю между овцами под Сингапуром, думаю. Вот я думаю, может, тебе не там ставить, а вот смотри, ниже Карфагена, там, смотри, место... Леша, я могу ниже Карфагена, но... Подожди, смотри, с городом ниже Карфагена я могу не спешить, а вот справа поставить, чтобы тебе помогать. Потому что, как бы, я не думаю, что они мне что-то сделают, тебе могут, тебе придется воевать здесь, скорее всего. А так я тебе буду помогать, плюс там город тяжело забирать. Если только репостями какими-то отъедать там. Вообще я бы там не ставил город с удовольствием, но я понимаю, что если я этого не сделаю, то, скорее всего, тебе будет очень тяжело. Ну да. Это так. Я, конечно, поставлю ниже Карфагена город, но тогда придется еще, если я буду справа стоять, будет 4 города, а люксов не так много. Плюс у меня вон город растет как быстро. Там золото, там мрамор, еще 2 люкса для меня. У тебя свой мрамор, у тебя свое золото, то есть... Надо, конечно, там будет ставить. Я думаю, можешь сразу, кстати, 2 поставить. Ну нет, я сначала пойду туда, говорю, а потом еще снизу поставлю. Тебе надо над колледж поставить, а не... Блин. Ну вот это ты не в тему тут, конечно. Появился лагерь ровно между Варшавой и Краковом. И там сразу конь родился и сразу побежал ко мне. А, и он мне еще торговый путь разгр... Ну блин, ну... Все они, слава богу. Че, город поставил? 47 у него молотков. Там золотого века еще нет, кстати. Да, у меня золотой век, кстати, был. Сколько у тебя молотков? 32. Вот фаст-кликер, блин. У него он уже первый по армии, кстати. Сейчас посел сделаю еще подстрою тоже, Леш. Помогу тебе. Субтитры сделаю. Продолжение следует... 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 Пооткатываете... Так, я закрываю волю... Видимо, беру генерала... Продолжение следует... 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 У меня уже минус пять по деньгам Чудесно У меня уже в столице нечего строить, кстати Из нужного Как бы Монбаса лагерь не забрала сама Может забрать Может, конечно Может, передумает У меня плюс шестнадцать части После того, как опять Сингапур я пересоюзил Ты переживал, Леш Да У тебя расти надо усиленно Я тебе еще одного скаута отдам Ну, давай Ну, просто мне они не нужны А ты там можешь сверху бегать как раз Попробуй заходить в тыл корейцу Он тут как бы держит войска спереди Потому что я его напрягаю А ты там сзади прибегаешь своими скаутами Они прокачаны на защиту Имей ввиду, что их сразу не очень легко убить вообще Там метколуки тебя обстреливают, ты видишь? Да, это жестко Ну ладно, пусть обстреливают Не будут ли они случаем тебя вот там атаковать у Гиппорегиуса? Да они Я так не думаю Да философию зайдем Хотя У нас сейчас будет Я инженерное дело буду с библы брать Может, чтобы не тратить на него науку Можно Нафига нам философия? Я буду строить потом Допустим Ну а что? Толк, мы будем открывать инженерное дело, которое я возьму с библии? Нет Мы будем открывать айронворкинг, чтобы взять мастерские Нафига нам философия? У меня большая столица Если что Ладно, давай, окей Окей, вот имеет смысл Постила забрал Майя Его посила? Да, вот стоял тут посил Блин, что-то По-моему, ребята как-то расслабились А почему я видел этого посила? Я понять не могу Я стоял ниже золота, я видел этого поселенца почему-то Потому что он на холме стоял На втором от меня Через один холм Ну и что? Ну ладно Это прокачанный скаут Посмотри, он прокачанный? Ну на защиту он прокачан Такое ощущение, что они там что-то расслабились Как-то Вообще Контактная карта Никакого экшена нету Ты вообще в традицию играешь Это просто издевательство Я считаю Вот если бы Кто-нибудь против нас играл Кто умеет на перестрелке играть Там, не знаю, какой-нибудь Iron Butterfly с Линдексом Они, наверное, смотрят на эту партию И у них слюнки текут Как бы они тебя выносили Такие Там у всех слюнки текут в чате Это, блин Мамбаса забрала лагерь Даже у меня слюнки текут Я тоже хочу на тебя напасть И все равно то, что мы в команде 76 молотков у Ходей А это золотой век Ну, у меня 53 Ну я только не понимаю На что он их тратит Если они ничего не открывают Где корейская армия? А, ну да Вот он уже первый по армии Все, надо армию строить дальше Ну, библу дострою Армию дальше Не, ну так ты сейчас библу достроишь И мы сразу начинаем арбалеты открывать В первую очередь Это да Загляните на сайт Consolewar.ru Ну а на этом пока все Продолжение Даже подскажу Окончание этой партии Смотрите завтра Спасибо, что засорили до конца Я Леша Халецкий Тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы засорили до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению Моего творчества для более широких масс На этом все Играйте в умные игры Субтитры создавал DimaTorzok